Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بحسانة إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبي الإسلام دين وبي محمدين صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры по милости Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى мы собрались вместе с вами на этот урок от Тафсира как обычно по нашей традиции в понедельник и четверг 8 часов вечера по московскому времени извините на 4 минуты опоздал сейчас браломовение до этого мы с вами братья и сестры прошли Тафсир 10 сур взяли последние 10 сур священного Корана сурата ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل сурата الفيل قريش المعون أرأيت الذي يكذب بالدين сурата إن أعطانك الكوثر قل يا يوه الكافرون نصر إذا جاء نصر الله والفتح سورة المساة باتيادابي لحبيو تب إخلاس إخلاس سور убрали мы в Рамадане поэтому не повторяли можете там посмотреть тоже у нас إن شاء الله на страничке سورة الإخلاس найти и فلاق и سورة الناس 10 последних سور мое такое как бы насыхة как бы такое наставление вот эти последние 10 سور большинство из нас знают наизусть эти سور периодически мы их с вами читаем в намазах ночью на تهجد намазе на وافل на фарт намазах поэтому очень такая рекомендация еще раз прослушать تفسير этих последних 10 سور и также سورة الفاتحة мы тоже брали в Рамадане вместе с Рамадан تفسير этой سور можете там же у нас на страничке найти и когда мы читаем и понимаем понимаем تفسير то что мы читаем у Аллахи прочувствуете إن شاء الله сладость намаза прочувствуйте قرآن по-другому намаз по-другому будет уже то есть некий такой вкус намаза прочувствуйте то о чем мы с вами читаем если мы понимаем то это совсем по-другому как бы и намаз наш будет более такой искренен ведь Аллах неспошлал этот Quran для того чтобы мы размышляли над ним как сказал Неужто люди не размышляют над Кураном или на их сердцах замки? Также Всевышний, субханалу ва Та'але, сказал Почему люди не размышляют над Кураном? Если бы Куран был бы от кого-то, но не от Аллаха, то люди бы нашли бы в нем много противоречий, много разногласий. Поэтому такой совет, повторите тафсир этих сур, дабы, когда мы читали намаз, читали Куран эти суры, понимали то, о чем мы читаем с вами. Сегодня у нас с вами сурат Аль-Хумаза. Сурат Аль-Хумаза, 104-я сура Священного Курана. Как обычно мы ее зачитаем, потом переведем, потом уже возьмем с вами краткий тафсир по этой суре. Сурат Аль-Хумаза. Бسم الله الرحمن الرحيم Бسم الله الرحمن الرحيم Бسم الله الرحمن الرحيم Бسم الله الرحمن الرحيم Бسم الله 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 الرحيم Ли кулли гумаза тиль лумаза Куллин ай То есть каждый Куль переводится как каждому Аль гумаза лумаза Что такое теперь гумаза лумаза Некоторые ученые говорят то что Гумаза лумаза шейун вахид То есть гумаза лумаза это одно и то же То есть как бы он вместе Такое слово гумаза лумаза То есть хулитель, обидчик, который обижает людей Которые Есть такие люди, напрасно просто так что-то Наговаривает на людей, изображает Их там плохо про них говорит Обижает словом, действием и так далее Это одно и то же И именно здесь Аллах не сказал То есть много-много-много Этим занимается Есть такие люди, которые любят много Обижать людей, обзывать людей Изображать людей, насмехаться Над людьми, высокомериться над людьми Вот эти И Также второе мнение Это более достоверное Это гумаза Это то, кто издевается над людьми Бильят, рукой А лумаза Это то, кто издевается над людьми Биллисян, своим языком Также еще есть гамз Гумаза Это бильайн Своим глазом Смехается Например, кто-то проходит Он так Смотри, смотри какой-то Над ним смеется Высокомерится Издевается Гумаза Издевается Изображает, бывает Человек Например У кого-то есть какой-то изъян Например Аллах Субхану Талли Так его сотворил Например, кто-то хромает Например И он его Смотри, чтобы над ним Насметься Специально Как он ходит Хромает Его изображает И смеется Или, например У кого-то Есть какие-то действия Как Аллах Субхану Талли Может быть У кого-то там Скажем Рука покороче А то Аллах Сотворил так Его Или есть какой-то В нем Какой-то недостаток Чего-то И он это берет Изображает его И его изображает И тем самым Он хочет над ним Посмеяться Лумаза Это когда языком Говорит Гриба Говорит Бухтан То, что он не совершал Над ним говорит Или его Может быть Языком изображает У кого-то Например Речь Кто-то плохо По-русски говорит Наши братья Бывают со Средней Азии У них есть какой-то акцент Есть какой-то Специально Пародируют его И его акцентом Говорит И тем самым Насмехается над ним Субхану Талли Аллах Субхану Талли Выше семи небес Сказал Проклят Каждый Кто вот так Вот поступает Проклят То каждый Кто вот так Вот поступает Который Вот так вот Насмехается Над людьми Который Воскомерится Над людьми У каждого Человека Есть какие-то Недостатки Каждый человек То есть Все мы Несовершенны Только Только ангелы Они Субхану Аллах Они безгрешны Они совершенны Но такой человек Есть И как Красиво Один рассказал Вот Может раньше Помните Такие были Часто высказывания Эй ты там Например Приезжий Там черный Такие вот слова Там высказывали Эй там Тема кожа Или у кого смугла кожа Вот ты черный Или там узкоглазый Вот это Сюда относится Как один красивый брат наш Ответил Его обозвали Один брат наш Прихожанин Учится В родаене Его обозвали Он темнокожий С Африки И кто-то прошел Вот Черный ты ему сказал Он говорит Субханаллах Если говорит Чуть-чуть моего цвета Взять и положить Тебя на твое лицо У тебя красивая Родинка будет Говорит А то что ты давно Смеешься брат Тоже мусульман был Аллах меня так сотворил Получается ты на творение На создание Аллаха Смеешься что ли Четко он ему ответил И поставил его на место Поэтому Вот кто вот так вот Изображает Говорит про людей Плохо Аллах Субханаллах Создатель наш с вами Братья и сестры Говорит проклятым Другое мнение В аду ему отдельная долина будет Поэтому это очень Ислам это не только Пять раздельный намаз читать Ислам это не только Ураза держать Закат давать Ислам это Видите как адаб Как Аллах нас с вами воспитывает Как Аллах Субханаллах Нас с вами воспитывает И также Такое есть правило У ученых Тафсира Если что-то повторяется Например Если посмотреть В основе Как бы это одно Но именно Тонкость Это По мнению ученых Это тот кто рукой Там изображает человека Над ним смеется Люмезе Кто языком Когда приходит Что-то одно и то же Повторяет Тикрар Тикрар Это Литтаакит Такое правило Возьмите В Тафсире Часто Мы до этого С вами говорили Когда что-то повторяется В Коране Это Литтаакит Для подтверждения Как бы Аллах Субханаллах Говорит То есть бывает Когда ты человеку Что-то объясняешь Один раз объяснил И потом он говорит Да я уже слышал Ты мне говорил Слушай Я тебе еще раз объясняю Чтобы ты понял Чтобы ты Тикрар Литтаакит Чтобы утвердить Поставить печаль Как бы Вот так вот И никак больше Второе Говорится тоже Такое правило У Агалу Тафсир Мы возьмем Сейчас с вами Для Для пользы Если говорит Что-то повторяется Например Два слова Но если Второе слово То есть То слово Которое повторяется Дает какой-то Новый смысл То вот этот Новый смысл Он стоит впереди Чем повторение То есть Например Более будет достовернее Если сказать Это одно и то же Нет Более достовернее Сказать Это тот Кто изображает Насмехается Над людьми С каким-то действием Это уже Другой смысл Другой Новый уже Как бы смысл Тот кто издевается Над людьми Своим языком Своим языком То есть Это тоже Мы взяли с вами Как правило В тафсиры Ученых Те которые Занимаются Область тафсиры Дальше Субханахума Сказал Во втором аяте Кур'ан Испослан Есть 7 кратов Это мы сейчас Чуть углубимся Это Кур'ан Испослан Семи букв Есть Мы читаем С вами В том крате Который Мы читаем С вами В другом крате Например Читается Который Копит состояние И подсчитывает Его То есть Много 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 Накаплив Много 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 Накопил И его Пересчитывает Вот Первое мнение И оно Более Доверное То есть Постоянно Пересчитывает Своё богатство То есть Аллах Горит Такому Такому Хулителю Который Изображает Издевается Воскомерственно Над людьми И потом Второе Качество Который Копит состояние И подсчитывает Его Имейте ввиду Постоянно Утро просыпается Сколько у меня денег Осталось Вечером Он ложится спать Опять берет Открывает Шкаф Сколько там Осталось Вечером Он вот так Дрожит над деньгами Они ему В сердце Да Деньги должны быть Как бы Аллах Побуждал Чтобы Мужчина Зарабатывал Тратил на семью На благие дела Это нормальные вещи Но не должно Это в сердце заходить Должны в руках быть У мужчины деньги Поэтому Как часто Красиво говорят Как можно определить мужчину Смотри Как он с деньгами расстается Смотри Как он расстается С своими деньгами То есть Поэтому Как Аллах Субхану Говорит В руку Погубило вас Много Много Накоплений Даже если у человека Много Накоплений Хорошее состояние Он не должен Только днем и ночью Только о деньгах думать Он должен думать В первую очередь Об Аллахе О судно мне То что мы тут временно То что Аллах Дал риск нам Дает нам удел Дает нам богатство Не для того Чтобы мы ради этого Жили И вот так вот Держали Вот так вот Тряслись над этим А для чего Чтобы мы это Расходовали На халяльное По направлению И так далее В сердце не должно Проходить И вот это Аллах Субхану Говорит Его сифа Одно из качеств Он постоянно Пересчитывает Эти свои деньги Есть такие люди Там постоянно Жадный человек Такой Где-то он постоянно Пересчитывает их Бывает у каждого Своего дела Кого-то мало Но даже если У человека мало Как бы денег Там то он Там например Чуть-чуть денег Он не должен Дрожать над ними Он должен относиться Легко Спокойно к этому И второе Абдада Имейте ввиду Абдагу Линнавазиль То есть Он его Скопил богатство И отложил Как говорится На черный день Если что-то там Это Но это Слабое мнение Почему? Потому что Что-то брать Копить Откладывать Это дозволено Там например Отложить Пригодяться Это нормально Именно здесь Тафсиры более Достоверное мнение То что Постоянно их Пересчитывает То есть Как бы дрожит Над этими деньгами Потому что Здесь Аллах Субхану Упомянул Этого человека Как грешника То есть Ему горе Ему горе Он постоянно Дрожит над деньгами Потом В третьем аяте Субхану Сказал Яхсабу Анна малаху Ахлада Яхсабу Есть также В другом Краате Яхсибу Через Касру Не яхсабу А яхсибу В нашем Краате Яхсабу Анна малаху Ахлада Думая Что богатство Увековечит его То есть Ахлада Имей То есть Это богатство Которое он накопил Думаю Что он Постоянно с ним Что он не умрет Что он вечный Субхану Если я посмотрю Мата Карун Мата Фераун Мата Намруз Вот эти все Карун Фераун Которые были Богатыми людьми Фараон Намруз Все они умерли Где теперь Эти правители Этой Дуньи Короли Где они Вот эти Богатые Короли Сколько бы Не было У человека Денег Все равно Он не сможет Он заработать Столько Сколько было У Каруна Который был У Матфатиха Дунья То есть Карун Мы отдельно Когда дадем Прочитаем Про него Расскажем Кто такой был Карун Сколько у него было Средств Сколько у него было Богатства Где он сейчас Не уверовал Где он сейчас В могиле В винаре В аду Горит Наказывается В могиле Так как он был Неверующим Помогло ему В его богатстве Нет Не помогло Где он Все осталось Здесь Поэтому Пророк Мухаммад Сказал Человека Когда могила Провожает Три вещи Обратно Возвращаются Две Остаются Здесь И одна Только с ним Пойдет В могилу Его провожает Его богатство Его семья И его дела Его семья Как похоронен Обратно Здесь Остается В этой жизни Первое время Когда умер Будут плакать Близкие Дети Близкие Внуки Потом Может супруг Супруга Потом Время пройдет Уже Столько его не будут Может быть Вспоминать В дуа Только тот Если Который Кому Аллах Вселил Ильхан Кому Аллах Вселил Вот это Сердце Постоянно Будет Своих родителей Делать Дуа Богатство Разделят Поделят Машину Продадут Дом Переоформят Все Богатство Все здесь Останется Может быть Друзья Уже так Не будут О нем Часто думать А что С ним Остануть Его дела Его дела Только с ним Могилу Пойдут Поэтому Это Мы должны Задуматься С вами Об этом Уважаем Братья И сестры Большое Накопление Альхамду Должно Быть Но Именно Это Может Человека Привести В рай Если Он Правильно Заработал И Правильно Расходует Но Если Человек Думает И живет Этим И Отвлекает Его Отпоминание Аллаха То Никакого Фаида Кроме Как Вреда В этом Богатстве Нет Все Правители Богатые Мулюк Короли Они Которые Были Раньше Они Сейчас В могиле Лежат Каких Бо Больших Дворцах Не Жили В следующем Аяте Субхану Ва-Та'але Сказал Калля Ла Юн Бэзэнна Филхутама Он Нет Он Будет Ввергнут В огонь Сокрушающий Вот это Джаваб Мин Аллах Это Ответ От Аллаха Субхану Ва-Та'але Ответ На что На предыдущий Аят Неужто Он думает Что Богатство Вечность С ним То есть Аллах Задал Вопрос И сам Отвечает Субхану Ва-Та'але Говорит Нет Не так Вечно С ним Богатство Которое Здесь Не будет Не Вечно Его Богатство Аллах Сам Отвечает Его Создатель Наш То есть Выкинут Его В сокрушающий Огонь Как бы Аллах Здесь Клянется И здесь Именно То есть Клятва Она Не говорится Что Аллах Говорит Я клянусь Но именно По Логике Арабского Языка По строению Здесь Аллах Клянется Субхану Ва-Та'але Как бы Говорит Я клянусь Своим величием То есть Он что Будет Он брошен В ад Брошен В пылающее Огонь Хопана Имеется Ввиду Здесь Переводится Как Сокрушающий Яхтан То есть Что-то Когда человек На что-то Наступил Раздавил Сломал В такой Огонь Как В хадисе То есть Один Огонь Будет Друг друга Ломать Кушать То есть Как в хадисе Сказано Огонь Ад Джаханнам Пожаловался Аллаху И что Сказал Акеля Ба'ди Ба'бан Меня То есть Ад Заговорил С Аллахом И сказал Часть Меня Съела Меня То есть Огонь Друг друга Вот так Вливается Друг друга Закружая Вот такой Огонь Говорит Субханам Он будет Брошен То есть Будет Кинут В огонь В ад Головой То есть Также Ученые Говорят Хатам Переводится Все что Туда попадет В Джаханнам Пускай Аллах На с вами И те кто Видит Это сейчас Это смотрит Эфир Спасет От наказания Ада То есть Все что Тут попадет В ад В Джаханнам Все будет Пожираться Ломаться Съедаться Вот этим Пылающим Мощным Огнем Следующий Субханам Говорит Откуда Ты мог Знать Я Мухаммад И нам Всем с вами Говорит Это обращение Аллаха Откуда Вы знаете Откуда Ты мог Знать Что такое Огонь Сокрушающий И здесь Субханам Почему Аллах Задает вопрос Дабы Возвеличить Этот Вопрос То есть Возвеличить То есть Откуда Ты мог Знать Что это Такое Знаешь Что такое Из величия Этого огня Какой он Сильный огонь Какой он Пылающий огонь Как он Наказывает Дальше Аллах Отвечает Это Ответ На Клятву Аллаха Это Разожженный Огонь Аллаха Разожженный Огонь Аллаха То есть Здесь Ответ На Клятву Аллаха Я Клянусь Своим Величием Своим Клиню своим величием Субхану ва Та'але говорит Этот огонь Аллаха Разожженный То есть разжигается Разжигается И здесь То что Аллах сказал не просто огонь А огонь Аллаха Чтобы показать Какой он Аллах какой великий И прописал огонь Аллаха То есть от самого Аллаха наказание То есть как Аллаха Как Субхану ва Та'але говорит Знаете что Аллах прощающий Также знаете что у Аллаха сильное наказание Как Субхану ва Та'але сказал Мое наказание Кого пожелаю того накажу И здесь хотелось бы упомянуть Часто просто К сожалению некоторые имамы тоже упоминают Хадис Очень 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 слабый Хадис То есть Балты Недостоверный хадис Когда говорят то что Когда Аллах разжег огонь Он был вначале Красным Потом превратился в белый Потом превратился в черный Этот хадис Может кто-то из вас тоже часто слышал Это Очень слабый Очень слабый Очень слабый Но нам достаточно с вами То что это огонь Аллаха Этого достаточно И достаточно другой хадис Достоверный Где пророк Мухаммад Салаллаху алейхи Сказалла Инна нару Хадис Джуз Какая боль Какой человек Даже самовар Кто-то кипятит Чуть-чуть дотронулся Как больно Не до огня даже Субханаму алейхи Но пророк Мухаммад Салаллаху алейхи Но когда пророк Мухаммад Салаллаху алейхи Сказал Сахабы сказали Инна халя кафи О пророк Мухаммад Если бы был бы Хотя бы такой огонь В аду Который в этой дуне Это было бы достаточно То есть Если только А что говорить О том человек Который будет брошен В этот огонь Неверующий Навечно там Мунафика И на самом дне огня Грешник То есть Если там живет в огне Кушает Пылается Захлебывается в огне Что говорить А это только Одна семидесятая часть В этой дуне Дальше Пророк Мухаммад Сказал Который вздымается Над сердцами Этот огонь вздымается Вздымается В арабском Заходит в сердца То есть Не просто его Тело будет гореть А этот огонь Прожигает его тело И в сердце Проникает огонь Как сказал Сабит Альбунани Сабит Альбунани Сказал Ахракатхум Хатта Васалат Иля Афидат Ихим Калю Ваиннаху Ла Азабу Балих То есть Сказал Так он Будет сжигать Этот огонь То что Будет проникать В их сердца Тогда сказали Это сильнейшее Наказание Азабу Азиму Джиддан Очень великое Наказание И после этого Как он сказал Заплакал В следующем аяте Аллах Субхану Азаб Сказал Он Сомкнется Над ними То есть Сомкнется Имеется ввиду С арабского языка То есть Помимо того Что это наказание Огня Он еще Закроется То есть Они в закрытом Будут Не смогут Выйти оттуда То есть В закрытом Будут С каждой стороны Закрыто То есть Бывает например Может оттуда Выбраться Как никак не выберется Закрытый будет В закрытом И еще огонь И там будет гореть И в последнем аяте Субхану Сказал И в другом Корате читается Фи умудин Мумаддада Амад умуд Это имеется ввиду Столб То есть Высокими столбами Чем будет закрыто Высокими столбами То есть Имеется ввиду Столбы Высокие Будет закрыто Такое Там огонь Пылающий Который Входит в сердце И они будут Закрыты Не смогут выйти Столбами Вот так будет закрыто Высокими столбами С каждой стороны Закрыты Не смогут Отсюда выйти Некоторые из ученых Говорят То есть Невозможно Представить Это наказание То есть Нашим с вами Разумом Невозможно Представить Но Вы должны понимать Что это Наказание Аллаха Суровое То есть Это Это Каким образом Будут наказываться Обитатели Ада То есть Тарика Вот этот вот Именно путь Как он будет Их наказывать У Аллаха Знание об этом Ну достаточно То что это Суровое Сильнейшее Наказание То есть Аллах Субханалву Милость И милосердно Уважаемые Братья и сестры Его милость И прощение Опережает Его гнев Его наказание Но Однако Люди Грешники Которые Постоянно Грешат Постоянно То есть Делают Не делают Тауба Не просят Аллаха Покаяния Не возвращает Скала Вот грешит Грешит Ему так нравится Потом начинает Любить этот грех Влюбляться В этот грех Жить по этому греху И так его жизнь Проходит И уходит Он из этой жизни Потом его ждет Наказание Если Аллах Его не помилует Верующий Если не успел Поверить в Аллаха В этой жизни То он Вечно в аду Если человек Кто совершает Ширк Которые Продают Аллаху Субханалву Вечно в аду Если мы с вами Обратим внимание То вот эти грехи Которые здесь упомянуты За что будет Наказываться Человек Именно Связан С другими Людьми Что имеете ввиду Есть грехи Которые человек Совершает Между ним И Аллахом А есть Когда он Задевает Другого Его честь Его достоинство Или его богатство Имущество Вот об этих людях То есть горе Кому говорят К хулителю Обидчику Который обижает людей Который насмеется Над людьми Который высокомерится Над людьми Поэтому Бывает Когда у человека Что-то есть Там какое-то имущество Он бывает Высокомерится Так с высокомерием Дорогая машина С высокомерием Ездит над другими Там Вот у меня есть Как бы Хоч пока у вас нет Как этой страны Некрасиво Выглядит Как этой страны некрасиво выглядят. А как красиво, когда, сколько у нас, аль-хамдуля, братьев есть, близких, ма-шал-ла, у них много богатства, Аллах им дал много риска, ну как они себя скромно ведут, ма-шал-ла, и не воскомерятся, и не делят людей там на какое состояние, ко всем одинаково. Вот это как красиво. Я думаю, каждый из вас сейчас согласится с этим. А самого, кого Аллах не любит, бедного, высокомеренного, почему, у которого ничего нет, он еще высокомерится над людьми. Вот это самый ненавистый человек перед Аллахом. А если бы у него было тогда, тогда бы он себя вел еще хуже. Который копит состояние и почитывает его, мы сказали, который постоянно дрожит над деньгами, просыпается, сколько там у меня, днем сколько пересчитывает, вечером сколько пересчитывает, постоянно, 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 то есть у него это время только о деньгах думает. Только о деньгах думает. Не думает о благих делах, не думает об Аллахе, не думает о поклонении, не думает о родственнике, о семье, не думает еще о чем. Думает только деньги, 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 деньги. Думает, что богатство, при этом он думает, что богатство, которое он это вечное. Субханаллах. Завтра он может не проснуться. Он может лечь спать и не проснуться. И все. Все осталось в этой дуне. А там вечность перед Аллахом. О нет. Аллах отвечает и как бы клянется. О нет. Он будет вернуть в огонь сокрушающий. То есть нет. Как бы Аллах говорит. Не так. Не вечно с ним его богатство. Потому что наше богатство это то, что мы с вами потратили на пути Аллаха. Это мы положили в тиджарату лан табур, как в Субханаллах говорит. Это беспроигрышная, без банкрота торговля с Аллахом Субханаллах. Положили в банк, в вечный банк, который мы получим, иншаллах. Судно денег, когда мы даем закат, когда мы даем садака, когда мы тратим на семью, на благие дела, на то, чем доволен Аллах. Это вложение в вечность. Как красиво один брат сказал, когда там помог. Один брат сказал, нужно помочь такому-такому-то человеку в тяжелую ситуацию, там, на операцию. Он говорит, Субханаллах, говорит, Машаллах, говорит, это я вам должен сказать спасибо, то, что вы мне дали возможность помочь и тем самым вложить в банк вечности, который я получу награду Аллаху Субханаллаху. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Здесь Аллах задает вопрос, дабы возвеличить этот вопрос, возвеличить огонь. То есть, знаешь ли ты, что такое Нару-ль-Хупама? Знаешь ли, что такое огонь сокрушающий? Потом идет Джаваб-ль-Касм, ответ на клятву Аллаха, это разожженный огонь Аллаха. Мы сказали, огонь Аллаха, почему он не просто огонь, а огонь Аллаха, дабы возвеличить этот огонь. То есть, не просто это огонь, необычный огонь, огонь Аллаха, который вздымается над сердцами, то есть прожигает тело пускай Аллах все убережет нас, и наших близких и наших родителей, и наших детей и те, кого мы любим, и кто любит нас ради Аллаха который вздымается над сердцами, то есть прожигает тело и вовнутрь сердце заходит сердце тоже горит, сердце горит огня он сомкнется над ними то есть закроет их полностью чем закроет? Высокими столбами прошу Аллаху чтобы сделал нас из обитателей Фердауси, чтобы Аллах простил нам, нашим близким, чтобы Аллах ввел нас с вами в райскую обитель, чтобы Аллах ввел нас без спроса, без наказания в райскую обитель, иншаллах. Всех нас, братья и сестры, делаем дуа друг за друга. И я думаю, стоит нам с вами над чем-то задуматься, если у нас там, кто-то из нас, Аллах лучше знает, любил там над кем-то посмеяться, изобразить его как-то телом, как-то языком, что-то о нем сказать, действием, то нужно после этого задуматься, я думаю, и оставить эти действия. А если кто-то кого-то чем-то обидел и стесняется подойти к нему и сказать, я тебя тогда-то обидел, я тебя тогда-то обманул, я тебя тогда-то там это, то тогда пускай он, как говорят ученые, и если человек, например, плохо говорил о ком-то, и он хочет сделать, а у рыбы говорил, или бухтан, как ему делать, если подойду сейчас к нему и скажу, я тебе плохо говорил, то тогда он обидится, то есть у каждого свой гылк, свой ахдак, по-разному может принять это. Ученые говорят, тогда начни о нем хорошо говорить за спиной, побольше хорошо говорить, и это будет искуплением. Или если человек у кого-то что-то забрал и не знает, как это вернуть, например, украл что-то, да, там, и скажут, если я сейчас ему верну, он поймет, что я украл, как мне поступить? Пошли ему подарок, не говори, что ты у него забрал это, и через кого-то передай, там, подари ему это, или не знаю, Аллаху Аля. Таким образом, как бы ты это вернешь, иншаллах, и скупится твой грех, и просить прощения у Всевышнего Аллаха, субханаху ва Та'але. Пускай Аллах примет от нас и от вас, иншаллах, до новых встреч, помился Всевышний Аллах, субханаху ва Аллах, в четверг, иншаллах, 8 часов, также по московскому времени. Берегите себя, близких, ва саллаху аля Наби Мухаммад, ва аля алихи и сахабхи и альхи аджмайи. Ва саламу алейкум, ва рахматуллаху ва баракатулх.